Защита трудовых прав граждан является одним из основных направлений правовой политики. Это конституционная обязанность государства. Закон особо охраняет права работников на выплату зарплаты, в связи с чем систематично и на постоянной основе вносится дополнение в федеральное законодательство с целью предоставления дополнительных гарантий прав работников на выплату зарплаты, как действующих работников, так и бывших работников, должника на момент процедуры банкротства. который являлся, либо является работодателем. Если работнику не выплачивается заработная оплата в течение трех и более месяцев, то он может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании работодателя банкротом. Тоже вправе сделать и сам работодатель. Еще один способ, при котором работник может попытаться защитить свои права, предусмотрен статьей 142 Трудового кодекса. Если перед сотрудником на предприятии имеется задолженность по заработной плате свыше 15 дней, он имеет право предварительно, письменно уведомив работодателя, приостановить работу до момента, когда задолженность будет закрыта в полном объеме. Особо необходимо обратить внимание на позицию Верховного суда Российской Федерации, который неоднократно отмечал в данном случае, что работодатель, в случае, если работник приостановил свою работу в указанном высшем случае, обязан все же возместить весь размер суммы среднего заработка, в том числе и денежную компенсацию. По данному случаю, относительно недавно состоялся весьма важный судебный прецедент. Работодатель не выплачивал работнику заработную плату. Последний написал заявление о предоставлении ему дня без сохранения жалования. Работодатель предоставления отдыха своему сотруднику не согласовал, а работник при этом не вышел на работу. Как следствие, начальник уволил своего подчиненного за прогул. В своем объяснении работник указал, что ему необходимо содержать семью, и в этот день он подрабатывал в другом месте. Суд, рассмотрев гражданское дело по указанному спору, пояснил, что, во-первых, применение дисциплинарного взыскания в виде прогула за данный факт является несоразмерным совершенному проступку, и, во-вторых, указал, что обстоятельства увольнения также не соответствуют совершенному проступку. В последующем суд пояснил также, что работник был вынужден совершить прогул, поскольку он подрабатывал, в связи с тем, что работодатель не исполнил свою прямую конкретную обязанность по своевременной в полном объеме выплаты заработной платы, в связи с чем работник судом был восстановлен на работе, а предприятие обязано было выплатить заработную плату за 234 дня работнику, прошедшую с момента увольнения, а также компенсировать ему моральный вред денежного выражения.